Добрый день! Сегодня хочу рассказать вам про сайт Wildberries. Раньше я был обычным покупателем, потом стал заниматься этим сайтом по работе. Работаю в оптовой компании крупной и стал изучать ассортимент, который представлен на сайте Wildberries. И обнаружилось, что в принципе там достаточно много косяков. Например, допустим, ну во-первых, это неудобное меню, которое сразу все закрывает, когда на него случайно заходишь. Ну бог с ним. Заходим. Ботинки Northside. Почему же их так сливают? Да потому что здесь бывает, что путают ассортимент. То есть кроссовки могут относить к ботинкам. И наоборот. Что мы видим? С этим товаром рекомендует Northside кроссовки. Да, вот это кроссовки. Вот видим, что у них такая же подошва. Абсолютно идентичны, просто в другой расцветке, ну с небольшим, немножко другим фасоном. Но в принципе то же самое. То есть, поэтому товар, который, если они сапоги называют ботинками и так далее, то этот товар, естественно, который засунут в неправильный раздел, его никто и не покупает. Поэтому он часто может идти со скидками. Вот. Что здесь еще? Бог с ними, с этими ботинками. Будем считать, что это ботинки. Что с размерной линейкой? 29, 12, 30, 31, 32, 2, 33, 3, 4. Что здесь делают эти размеры? 12, 2, 3, что это такое? Таблица размеров смотрим. Вот. Российский размер, размер производителя. Какая-то жесть. Да? Вот что это за размеры производителя? И 8 отличных отзывов. Отдельно по отзывам поговорим. То есть, мы видим, что здесь материал, подошву, обуви и резина. То есть, да, скорее всего, это кроссовки. Да? Но в то же время там бывают и какие-то ботинки, которые выглядят как кеды. Но на самом деле они жутко жесткие, потому что у них подошва из ПВХ. Да? То есть, из того материала, из которого делают оконные рамы. Вот. То есть, странные бывают товары. Вот. Ладно, бог с ней с этими ботинками. Закрываем. Смотрим. Еще одни ботинки. Да? Ну, вроде как собоги-дутики. Да? Ну, ладно. Будем считать, что они такие коротенькие. Можно назвать их ботинками. Закрываем это все. Хозяйство. Дальше. Заказывал свитер. Прислали. Вот какой расцветки. Красный, зеленый, синий. Как он был. Вот выглядел он совершенно по-другому, да? То есть, он был синий полностью. Там ничего красного не было на сайте. То есть, это называется пересортица, да? То есть, когда вам присылают совершенно другой товар. Либо товар другого размера. И, что самое страшное, бывает, что вам присылают ношенный товар. Причем товар не который просто примеряли, а товар, который поносили дома, срезали ярлыки. Потом он чем-то не понравился и его вернули. Причем срок возврата в Айтберрисе. С одной стороны, это хорошо, что 21 день вы можете товар, большинство товаров вернуть. Но в течение этого срока их носят, стирают, потом не нравится что-то и так далее. Люди пользуются своим правом, той возможностью, которую предоставляет интернет-магазин Айтберрис. То есть, если в стандартных магазинах на возврат 7 дней в период охлаждения, то у них 21 день. Соответственно, есть риск того, что вам пришлют что-то такое бэушное, от чего кто-то отказался. Поэтому обращайте внимание, особенно если это рубашка какая-нибудь, если там фирменная упаковка продавца. Либо это все часто у них заклеено в какой-то вот такой вот пакетик. То есть, бывают и ношенные вещи вам. Поэтому тоже смотрите на этот товар. Поэтому у них, естественно, на сайте автоматизирует этот процесс, что вы можете пожаловаться. И у них есть такое понятие, как процент выкупа. Если вы выкупаете меньше, чем 15% товаров, то у вас доставка будет платная примерно 200 рублей. Если у вас высокий процент выкупа, то вам будут давать скидки. Например, сейчас, допустим, я заказал на 50 тысяч рублей, а реально у меня выкуплено на 15 тысяч рублей. Соответственно, у меня процент выкупа чуть больше 30% и моя скидка 7%. Здесь можно подробно посмотреть, что же я заказывал и так далее. Но вот здесь я тоже могу рассказать о своих впечатлениях, чтобы вы понимали, какие могут быть, с какими нюансами можете столкнуться. Ну, вот, например, давайте немножко отвлечемся. Выбирал, то есть у них магазин имеет объем продаж примерно сейчас уже больше 100 миллиардов рублей. Раньше они занимались одеждой и обувью. И они берут большим ассортиментом, да, какая у них бизнес-модель. В том, что они привлекают абсолютно всех поставщиков, они берут все там на реализацию, не смотрят на качество. То есть там самый широкий диапазон качества, да, от очень качественных и дорогих вещей, типа United Color of Benetton, да, о которых это шьется в Европе, ну, какие-нибудь непопулярные цвета к ним падают. Либо это какой-то ИП Аганисян, там в Чечне это шьет и вот сюда все это присылает. Вот, поэтому самое разное качество, да, самые разные товары, нужно их реально смотреть и понятно, что у вас процент выкупа будет не 100%. То есть одно дело, когда вы видите товар на сайте, а другое дело, когда его увидите живьем. То есть могут быть фотографии вот такие вот мелкие, да, то есть вот эта вот вся фотография такая большая, реально на ней товар занимает там процентов 20. Вот, вот такая мутные какие-то ботинки Лель, вот, в одном размере. Да, понятно, что это производители туда сток весь сливают. И нормальные ботинки, да, из натуральной кожи 100% ну не могут по такой цене продаваться. Вот, ну, в принципе, более-менее нормально здесь у нас есть описание, более-менее подробно, но не по всему можно отфильтровать. Например, ну невозможно по некоторым из этих параметров сделать фильтр. То есть вы можете столько смотреть их, то есть вы не можете все взять и отобрать ботинки с высотой каблука от 10 сантиметров, да, то есть такого фильтра нет, то есть этот параметр указан, но выбрать его вы, допустим, не сможете, да, то есть, ну это как пример, да. Или для меня, как для человека с высоким ростом, важно там смотреть, какая длина рукава, да, она там не указана, там указана высота по спинке и только для одного там размера, да, то есть здесь, ну, не сказать, что очень подробное описание, да, потому что здесь очень широкий ассортимент, все это перепутано, кардиганы называются кофтами, вот, и так далее. То есть здесь, вот что им производитель как сказал, они даже по большому счету это не проверяют, поэтому вот эта классификация товаров здесь, она очень примерная. Ну так вот, возвращаясь, еще одна проблема, это накрученные отзывы, да, что мы здесь видим? Это, вот, допустим, круизер этот, посмотрим, допустим, нам нужен скейт, да, то есть понятно, что для таких технических важных товаров очень важно больше набор атрибутов иметь. Здесь они не все указаны. Смотрим по вот этому скейтборду и видим, что здесь накрученные отзывы, да, то есть, казалось бы, 4.8, 18 отзывов, а отзывы эффективны, да, там даже повторяются одинаковые фразы. Вот, что мы здесь видим? Что здесь повторяются такие фразы, например, что ребенку очень там понравился и так далее. Вот. Вот, видят, на самом деле потом показывается один реальный отзыв, в котором, вот, допустим, здесь ребенок в восторге. Вот, давайте поищем слово восторг. Ну, то есть, не очень частое слово, да, но, видите, оно как часто встречается. Вот. В восторге, в восторге, в восторге, в восторге, в восторге. Вот. Сплошной восторг. Разные люди, да, пишут Оксана, Людмила, то есть, у них фраза всех. Вот, то есть, это накрученные отзывы. Вот, поэтому, если из семи, там, из восемнадцати отзывов, восьми из них, там, встречаются слово восторг, ребенок в восторге, ну, вы понимаете, да, что это вся фигня какая-то торгуется. Вот. Но есть, опять же, и нормальный товар. Вот. Это самое такое важное, что я вам хотел сообщить о данном магазине. Значит, теперь по пунктам самовывоза могут быть и очереди, то есть, люди заказывают много товаров, начинают их мерить, потом все это обратно возвращать и так далее. То есть, вы можете в какой-то час пик попасть и на очередь. Но в то же время есть и несколько этих самых пунктов выдачи, множество их, поэтому вы можете выбрать какой-нибудь более удобный, близкий к вам. График работы обычно с девяти, там, до девяти, с девяти утра до девяти вечера, поэтому, в принципе, можно как-нибудь найти время, когда там каких-то нет очередей. Вот. Нормальные примерочные кабины, где можно закрыться, спокойно все померить. И, опять же, без проблем все вернуть, даже примерить те же самые рубашки, да, какой-то. Но, обращая внимание, что, допустим, не все подлежит возврата, да. История покупок. Вот. Рассказал про накрученные отзывы вам здесь. Иногда не соответствует описание тому, что представлено, по факту присылают, да, то есть другой какой-нибудь материал, путают. Ну, опять же, эта проблема в том, что есть вина и покупатели, которые путают пакеты, когда, после примерки товара. Значит, здесь, допустим, наволочки не подлежат возврату. Поэтому будьте осторожны. Опять же, сейчас этот магазин увеличивает ассортимент. Они продают не только одежду, обувь, но и вот какие-то вот такие вот вещи. Начали электронику продавать. Ну, например, плавки не подлежат возврату. Купил. На месте не померил. Оказалось, что на размер меньше. Но, слава богу, там в отзывах можно почитать. Есть такая опция. Маломерит, большимерит. Тоже можно все это примерить. Например, носки не подлежат возврату. Кальсоны не подлежат возврату. Какие-то мелкие товары, они продают наборами по пять штук. То есть, они в одной штучке вам или три не удастся купить такого товара. В том числе здесь представлены какие-то бренды, которые имеют собственные магазины. Есть и какой-то ограниченный ассортимент таких товаров длительного хранения из еды. В общем, можно смотреть, ориентироваться. Что пишут, значит, что у них означает популярность. То есть, на сайте у них отсортированы те товары, которые часто заказывают. Но это не значит, что их часто покупают. То есть, товар могут часто заказывать, потом его мерить. Он не подходит, а возвращают. Но считается, что он популярен. Но это не факт, что его реально прям выкупают. Потому что у них процент выкупа, ну, вы понимаете, несколько десятков процентов всего лишь. То есть, можно прикупить какие-то вещи от малоизвестных производителей, но которые выглядят стильно, классически и так далее. Можно смотреть по стране производства, подобрать себе по цвету материал. Естественно, товары какие-то специфические, у кого какая-то фигура нестандартная, нужно мерить, подбирать и так далее. Такие дела. Вот то, что я здесь накупил. Вот, есть перчатки. Опять же, тоже китайское все это мало мерит и так далее. Но есть и даже Adidas. То есть, тоже представлен широкий ассортимент брендов. Вот, в принципе, если у вас какие-то есть вопросы по сайту, по Wildberries, то можете обращаться. Вот, у него достаточно широкий функционал. Не все я, естественно, осветил. Но тут есть, достаточно оперативно отвечают на какие-то вопросы в разумные, скажем так, сроки. Вот, более-менее нормальный и быстро работающий интерфейс. Может быть, я еще запишу отдельное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, если у вас это тем будет интересно. Продолжим обсуждать популярные интернет-магазины. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.